Но сегодня я не могла уснуть. Я вся точно избитая. Вы слышите, Ваше Величество? Она вся точно избитая. Вполне естественно. Она не смогла уснуть на этом чудовищном бугре. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Принцесса на горошне» 1776 года – фильм-сказка, снятый режиссером Борисом Рыцаревым, снявшим сказки «Волшебная лампа Аладдина» 1767 года, «Иван-де-Мария» 1774 года, «На золотом крыльце сидели» 1786 года, по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, «Принцесса на горошне» 1835 года, «Свина-пас» 1841 года, «Дорожный товарищ» 1835 года, «Самая невероятная» 1870 года. Интересно, что две последние сказки использованы с финалом противоположным сюжету. Например, в оригинале сказки «Дорожный товарищ» герой в качестве отгадки действительно преподносит принцессе отрубленную голову тролля, который выступает отрицательным персонажем. Удивительно красивая и волнующая сказка «Принцесса на горошне» тронула советского зрителя до глубины души. Картина состоит из гармонично перетекающих из одной в другую четырех самодостаточных историй. Стержневым героем, объединяющим разные сказки Ганса Христиана Андерсена, стал принц в исполнении актера и художника Андрея Подошьяна. Режиссер Борис Рыцарев за фильм «Сказку принцессы на горошине» «Конкурс фильмов для детей и юношества» получил в 377 году специальный диплом жюри 10-го всесоюзного кинофестиваля в Риге за творческие усилия в развитии жанра сказки. «Встаньте! Ваша любовь небезответна! Встаньте же!» «Не может! Он отравлен любовью! Он без сознания!» «Но ведь перстень был пустой!» «Душа его была переполнена! Это гениально! Искусство требует жертв!» Фильм «Принцессы на горошине» актера и роли Ирина Малышева «Принцесса на горошине» Андрей Подошьян «Принц» Иннокентий Смоктуновский «Король-отец» Алиса Френдлих «Королева-мать» Ирина Юревич «Первая принцесса» Марина Лебакова-Ливанова «Вторая принцесса» Светлана Орлова «Третья принцесса» Юрий Чекулаев «Первый король» Александр Калягин «Второй король» Игорь Кваша «Тролль» Владимир Зельдин «Обергов-мейстер» Николай Лавров «Художник» Евгений Стеблов «Поэт» Йозеф Себек «Победитель» Василий Куприянов «Свинопас» «Эй, что стоит твой инструмент?» «Что?» «Что?» «Что принцессиных поцелуев» «Стого!» «Я отдам тебе по-вчерашнему 10 поцелуев» «Ну остальные получишь с моих фрейлин» «Это мне вовсе не по вкусу» «Пустяки» «Если и я могу целовать его, то вы и подавно» «Не забывайте» «Что?» «Вы кормите нас и платите нам жалобы» В фильме «Принцесса на горошине» можно видеть в порядке появления в фильме «Чешские замки» «Блатна», «Червеная льгота», «Пернштейн» и «Ледница» Вся музыка в «Принцессе на горошине» 1776 года написана Антонио Вивалье Произведение великого композитора превращает фильм из доброй детской сказки в изящную и совсем взрослую мелодраму Помимо знаменитых времен года в сказке были использованы менее известные произведения, такие как «Концерт для лютни» с оркестром «Рай-мажор» Маститый режиссер детских сказок Борис Рыцарев искал не актера на роль Принца Он искал молодого человека с необычайной внешностью который прожил бы эту роль вложив в нее свою юношескую непосредственность И из тысяч московских старшеклассников он выбрал Андрея и не ошибся И однажды Принц на коне во всем облачении промчался по городу от съемочной площадки и обратно за забытым сценарием Как хорошо, что ты приехал! Ух ты! Ух, какой ты высокий! Ты извини, что я так запросто Ты ведь племянник моего деверя, императора А раз ты принц, ты мой родственник Только не думай, считай, в каком колене Ой, все короли мои родственники А их столько этих королей, что и не считай Принца сыграл сын известной эстрадной певицы Ирины Подашьян в солистке «Виа Мелодия» под управлением Георгия Гараняна Без шпаги и грима десятиклассник Андрей Подашьян Говорил принц голосом актера дубляжа Станислава Захарова Спустя несколько лет актер станет голосом еще одного таинственного красавца Мистера Икс в фильме «Принцесса цирка» Спустя четверть века после экранизации Бориса Рыцарева свою «Принцессу на горошине» представили и в Европе В 2002 году венгерский режиссер Марк Свон снял по мотивам сказок Андерсона мультфильм А в 2014 году российский режиссер Владимир Майсурадзе поставил в Москве одноименный мюзикл Весь скучный день там, во дворце Я только и думала о встрече с тобой А я бродил в темноте леса Поднимался в гору, спускался на дно ущели И мне казалось, то листья колыхнут совсем как складки твоего плаща То птица закричит, будто ты меня откликаешь А потом я увидел тебя, ты стояла и смеяла Но это оказалось только тень от скалы и у водопада Фильм «Принцесса на горошине» Сюжет Требуется принцесса Такое лаконичное объявление появилось на воротах дворца Когда принцу, Андрею Подошьян, пришло время жениться Но в ответ пришла лишь маленькая девушка-невеличка Тогда шел проливной дождь Она промокла до костей и вовсе не походила на особо королевских кровей Так что принцу пришлось отправиться в дальние страны, чтобы найти себе подходящую пару За время своего путешествия повидал он вдоволь принцесс, умных да красивых, много испытал на пути к своей судьбе Обошел три девять земель, преодолел множество трудностей Переодевался к королевскому свинопасу, чтобы посредством волшебного горшочка иметь возможность целоваться с принцессой Ириной Юревич Отгадывал загадки влюбленной в тролля Игорь Кваша, принцессы Марина Лебакова-Ливанова, рискуя собственной жизнью Демонстрировал чудеса, превращая поцелуй принцессы, Светлана Орлова, в живую розу Но он вступил ее брутальному сопернику, чуждому сантиментов, Йозак Себек После пережитых любовных разочарований принц вернулся в родовой замок ни с чем И все же настоящей принцессой оказалась именно та девушка, Ирина Малышева, что появилась в его дворце во время дождя Ведь от судьбы не уйдешь и за каким поворотом ждет любовь, никогда не знаешь Вот самое невероятное Нехитрый сюжет европейских сказок Борису Рыцеву удалось экранизировать на русский лад С размахом, душой и нехарактерным для Андерсона добрым финалом Для этого сценаристу Феликсу Миронеру пришлось частично переписать датского классика В киноверсии «Принцессы на горошине» 1776 года тролль Игорь Кваша остается цело невредим, сохранив голову на плечах Вспоминая свои детские впечатления от просмотра «Принцессы на горошине» в темноте кинотеатра Могу сказать, что глаза тролля в исполнении Игоря Кваши были незабываемы И его возлюбленная принцесса выглядела очень необычно Эта парочка во многом сформировала мое впечатление от этой яркой самобытной сказки Оглушительный успех сказки про неженку принцессу и отчаявшегося принца обеспечил в том числе и актерский состав В роли короля отца Иннокентий Смоктуновский, в роли королевы матери Алиса Френдлих и другие известные актеры Очень красивая визуально новелла о принцессе и тролле, этакой Серебряный век Очень мудрая новелла о принцессе, любившей искусство И о том, что зов пола в чистом виде никто не отменял И каждого, кто его услышит, ждет своя принцесса на горошине Разнообразные драгоценности И все это я готов уступить за одну обыкновенную горошину Ее поместят в кунсткамеру под стекло И все принцессы на свете смогут вздохнуть спокойно Ведь тогда никакой принц никогда не сможет узнать, кто же из них настоящий Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»